Мы продолжаем работу в прямом эфире, и сейчас у нас в гостях человек, который, я думаю, очень хорошо знает радиослушателей среднего, старшего поколения, и, естественно, многочисленные выпускники, вот, Эркига, как мы его любили и называли, Олег Щипцов у нас в студии, бывший депутат Верховного Совета, и, кстати, Иричской Думы, и это сейчас очень важно, потому что мы это тоже, наверное, затронем в свете субботнего конгресса партии Согласия, я тоже вас там видел, так что у вас есть свой взгляд, вы даже выступали, Я думаю, что наши радиослушатели знают, что Олег Щипцов выпустил несколько книг, и автобиографических таких очень, и, может быть, и о тех событиях исторических, свидетелем которых он был, конец 80-х, начало 90-х годов, вообще такие судьбоносные моменты, о книге тоже обязательно поговорим, ну, может быть, такой вопрос я вам задам для начала, концептуальный, вы, насколько я знаю, стараетесь активно следить за политическими процессами, да, вот все-таки, чем вот многие считают, Верховный Совет, который был вот последний, да, может быть, даже пятый, семь, ну, шестой, при всех его там недостатках, там было очень большое количество, такая высокая плотность личностей, как бы мы к их политической позиции сейчас не относились. Потом дальше парламент начал мельчать, 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 может быть, хорошо, что там много молодежи, последний парламент вообще на 60% обновился, и вот сейчас многие ветераны латвийской политики говорят о том, что, ну, исчезли как-то личности, даже некого послушать, вот, нет таких вот, не знаете, мастодонтов, которые выходили на трибуну, и вот в зале сразу возникала тишина, все слушали, что они скажут. Сейчас никто никого не слушает, кто-то там пытается по бумажке что-то прочесть, ну, в общем, такое зрелище не очень веселое, да, вот как вы оцениваете, действительно так? — Добрый вечер, Рабик, и добрый вечер, радиослушатели. Вы так в десятку сразу бьете. Я хорошо себя помню с января 42-го года, но тем более… — Поэтому мы не успеем все обсудить, да. — Да, да, но тем более помню это время и этих людей, которые работали со мной с 90-го по 93-й год. Вы правы, вот возьмем комиссию образования науки и культуры, членом которой я был. — В том периоде, да. — Вот такие, Петри Слатис, президент латышского общества, профессор, доктор социологии. — Потом ректор Академии культуры. — Да, да, к сожалению, нет. Я о нем писал «Некролог от души», да. Возьмем Иман Зьедонис, да, ну, вся Латвия знает, тоже член комиссии. Возьмем Альберт Беллс в комиссии по образованию. — Драматург, да. — Да, да, и писатель, да. — Иман Калниндж. — Композитор, да. — Композитор серьезный. Я его лично, как композитора, ставлю выше маэстро для будущей истории. У него очень серьезные произведения. И вы понимаете, вот кому-то представляется там стенка на стенку, ничего подобного, да. То есть контактировали, размышляли, думали. Эдвин Скида еще у нас был. Это народный учитель СССР. Он, по-моему, из Цессиса, да. — Вот такой был состав комиссии. — Да, ну вот такой состав. Но разве можете вы сегодня сравнить это? — А сегодня к нам приходит депутат. Ну, такой уже не один созыв. И он говорит, что приходит министр здоровья. И в комиссию, в другую комиссию. Он говорит, вопросов нет. Она спрашивает, задавайте вопросы. Задают вопросы только те, кто давно в парламенте. И на что депутат Добаварлов. Он говорит, слушайте, есть только два варианта. Или вы знаете все, и вам спросить, в принципе, нечего. Вы все знаете и так. Или вы не знаете ничего. И вы тоже не знаете, что спросить. Говорит, вот такое ощущение, что, скорее всего, второй вариант. — Вы понимаете, Абек, я думаю, что сейчас личности там и не нужны. — Не нужны. Просто машина для голосования, да? — Когда у нас четкий вектор на Брюссель. И еще, как там выражаются некоторые остыки на обком. Тогда только остается людей попроще. Может быть, по голосистее. — Главное, что правильно нажимали кнопки. — Да. И мы же пришли в время, когда мы сами сделали, да? И для латвийского народа, и для латышского народа, как хотите. Мы сделали так, что у нас есть гимн, герб и вот эти 100 людей самых умных в Сайме. — Да. То есть, в принципе, сейчас особо такие личности в политике не нужны. В парламенте, по крайней мере. — Я думаю, не нужны. Ну, конечно, не будем обижать всех. — Не-не, я не в том случае, да-да. — Там есть очень нетолковые люди сидят, но это меньшинство. — Вот я про это говорю, именно про меньшинство. Многие считали, что вот господин Левиц, да, Игорь Левиц, которого избрали президентом, он будет олицетворять, ну, не знаю, такую интеллигенцию латышскую, которая получила европейское образование, да, и вот он сам говорил, что, ой, да, я хочу быть президентом всех латвийцев. Ну, я понимаю, что он еще мало поработал президентом, может быть, рано делать выводы, но, тем не менее, вы его видите как человека, который может объединить жителей Латвии, да, так сказать. Вы видите, я раскрою небольшой секрет, я знаю, что вы хорошо знали его отца. — Да, это так было. — Да, ну, я понимаю, что не всегда дети повторяют какой-то путь своих родителей, да, вот, ну, как вам кажется? — Ну, понимаю, что касается отца, то он оставил очень яркое впечатление, довольно интеллектуальный человек. — Изобретатель был, да? — Да, да, ну, в общем, он, я бы сказал, еще и полиглот, лингвист, который знал до 10 европейских языков. — Живя в Латвии. — Живя в Латвии, да. — Так вот. — По железным занавесам, как нам говорили, да? — Совершенно верно. С ним было интересно беседовать. Что касается Эггелса, это его первый сын во втором браке, который родился в 55-м году прошлого века и закончил здесь 10 классов, а в 72-м году по линии эмиграции попал в Вену, а так как у него мама... — Ну, по линии, практически по линии отца, благодаря отцу, да? — Да, да, по линии отца, а так как у него мама имела родственников в Гамбурге, то они его, так сказать, направили... — То есть они не поехали ни в Америку, никуда, да? — Нет, нет, они поехали, вот у мамы были родственники... — В Германии, да. — Да, 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 в Германии, и они поехали в Гамбург. Ну, вы понимаете, я слушал в Ассоциации профессоров выступления нынешнего президента, лекция его часа полтора длилась относительно, что такое демократия, да? Ну, у него были и шпаргалки, и без шпаргалки, он так вальяжно, солидно и клевал носом, и так обращался к нам. Ну, мы послушали, что демократия – это когда образуются партии, когда люди голосуют. — А вы же этого не знали, естественно. — Ну, мы, конечно, не знали, потому что мы ещё нам в детском саду это не объясняли, да? — Да, да, да. — И вот сидевший рядом профессор Латвийского университета говорит, Олег, может быть, как-то выскользнем? Я говорю, неудобно, мимо этого Вениса надо проходить, он с охраной сидит, это всё солидно, да? — Пришлось до конца узнать. — Да. — Всё-таки вы зато узнаете такую демократию, если у него выступление. — Да, да, узнаете такую демократию. — Откуда вы могли бы это представить? — И сразу же там была ещё одна лекция, но мы уже не пошли другого лектора, и решили зайти в ближайшее кафе и выпить по бокалу вина. — И обсудить дальнейшее развитие демократии, да? — Я думаю, что, в принципе, я знаю, что Йонас Эгглс хорошо учился в школе, хорошо знает русский, не только латышский, но и русский и так далее. — Он говорит, что забыл, да? — Ну, наверное, это действительно, когда человек, допустим, долго в шахматы не играет, и он встречается... — Какие-то навыки пропадают, да? — Ну, да, да, главное это... — Тренировка. — Тренировка, да, во всём нужна закалка, тренировка. — Понимаете, я не хотел бы заранее что-то говорить. Я думаю, что у него интеллектуальный потенциал есть, но этот интеллектуальный потенциал зажат в определённую полосу красных флажков. И я думаю, что эти запреты... — И, видимо, он знает, кто же его... — Да. — Кто за него голосует. — Это же не граждане Латвии все, да? — Я думаю, что он это не только голосует, но и кто его поставил, так сказать, в это место. И я думаю, что вряд ли он будет решаться, идти на то, чтобы переходить эти красные флажки, ну, если так высоким, как это сделал однажды Джон Кеннеди. — То есть это не тот случай? — Не тот случай. Это стопроцентно не тот случай. — Да. Я вижу, что очень много звонков, но, может быть, ещё несколько слов о книге, которая недавно вышла. Я знаю, что даже книгу можно приобрести. И, вы знаете, я вот относительно приобрести не знаю, поскольку эта книжка незабываемая, она называется, она вышла к моменту столетия РКИГа и 20-летия ТСИИ, и 24 мая в Институте транспорта и связи, и она издана на средства Института транспорта и связи. — Где вы, кстати, преподавали тоже после РКИГа. — Да, я где преподавал до 2014 года. Значит, она разбиралась по скромной цене, что-то около 6 евро. Как шли горячие пирожки, рука бойцов колоть устала, так я уже расписываться устал. Я не знаю, в каком количестве у руководителя ТСИИ. — Для вас это было важно, издать эту книгу? — Да, очень важно. Потому что в этой книге я должен был рассказать о тех больших знаковых людях в РКИГа, РАО и ТСИИ, с которыми лично очень много контактировал и которых знаю от А до Я, как мне кажется. — Которые внесли вклад вообще в Латвию? Вот это нужно понимать. — Да, которые внесли вклад, научный вклад, понимаете, и учебно-методический, и воспитательный. Вот это знаменитое РКИГа. Вот РКИГа становилась знаменитым, во всяком случае, по факультету авиационного радиоэлектронного оборудования. Не только поэтому, вот благодаря этим людям. И не все они до конца работали в РАО. Вот Козлов Анатолий Иванович, о котором я пишу, он уехал потом в Москву, в Московском университете преподавал и стал весьма известным и знаменитым профессором, который объездил... — То есть они преподаватели, которые котировались и в Москве? — Да, и в Москве котировались. Там есть очерки о тех людях, с которыми я сталкивался. Например, Моисей Ионович Финкельштейн, заведующий кафедрой радиолокации, он был лауреатом государственной премии СССР, основал лабораторию под поверхностной радиолокации. У меня так сложилось, что люди старше меня, лет даже на 15-20, почему-то становились друзьями и звали меня в гости. И поэтому вот эта дружба с такими людьми... — То есть была наука. — Да, была наука с такими людьми. И вот, например, того же умершего, к сожалению, в 90-е годы Финкельштейна, внезапно, в 92-м году, в декабре месяце, заслушивали не раз на президиуме Академии наук СССР. — А это был уровень? — Это уровень. Александров его лично знал. И, в общем, очень знаковые люди, или кордонские, допустим, у нас, который с Калмогоровым был на короткой ноге, Хайм Борисович, к примеру, да? И когда... Ну, знаете, вот я там пишу, что значит у меня... Он был моим оппонентом во время защиты диссертации, и как-то вот пошло сближение. И однажды, однажды он мне рассказывает, как он обсуждает что-то с Калмогоровым, свои дела, контакты научные. А потом Калмогоров начинает рассказывать о своих планах. А Калмогоров, если не все радиослушатели, это выдающийся математик, который при всемирном опросе занял пятое место среди математиков всех времен и народов. На первом месте Ньютон, да? Ну, вот такой уровень. Но вы посмотрите, а Хайм Борисович... Поскольку математикам не давали Нобелевскую премию, да, он не смог ее получить, да. А Хайм Борисович окончил Ленинградский университет и по специальности математика, по специальности механика Академии Жуковского. И он для нас была огромная величина, огромный авторитет. Да-да, и он говорит, что вот когда Калмогоров вдруг начинал мне рассказывать о своих планах, вот, говорит Олег Владимирович, на третьей минуте ничего не понимал. Вот такой был математик, да? Да, такой математик. Но вот что здорово, что он не включал умняк. Вот смотрите, сейчас вот есть профессора или доктора, в кавычках, я бы сказал, это время, когда не быть, оказаться, понимаете, они бы никогда не сказали об этом. А вот это, понимаете, человек просто в обращении и прямо откровенно признает... Будучи профессором, да? Да, будучи профессором. Или там у нас, допустим, Лосев Алексей Константинович, тоже величина. Когда он перешел из нашего института по различным причинам, которым я описываю, политехнический, он теоретическую радиотехнику вел, линейные цепи. И когда он там читал в русских потоках, ребята из латышских групп экономического факультета и других из латышских групп приходили слушать, потому что такого лектора у них еще не было. Вот о таком человеке я пишу. И, конечно, я пишу о первом ректоре, уже в ТСИ, первом ректоре Института транспорта и связи Евгении Александровиче Копытове, который пять лет тому назад, 13 июля, внезапно ушел из жизни. Вот есть еще и такой рассказ в восьмой главе. Да. Вот такой вопрос, который вот так верстит у меня на языке, все-таки теперь уже можно об этом даже говорить. Да, вот что касается, где купить, я получил по своей просьбе 100 экземпляров, а все остальное, так как вот предыдущая книжка в Полярисе распространялась «Время и люди», потому что я издавал ее на свои средства, а здесь на средства Института, то… Разошлась, видимо, да. Она, видимо, во время юбилея разошлась, но, наверное, какое-то количество у руководства в Институте просто не интересовался. Такие вопросы у меня верстит все время, я думаю, его часто задают. Как могло так произойти, что имеет такой научный потенциал? Мы сейчас не будем говорить про советскую власть и так далее, все это уже прошло. Промышленный потенциал, да, вот мы могли так все это, я сейчас подбираю слова, так все это потерять. Да, вот здесь у нас на днях был в эфире Эдвин Ингенс, ну, политолог в свое время, кстати, депутат Сейма, да, и он сказал, что вот знаете ли вы, что в начале 90-х, говорю Ингенс, правительство обсуждало, что было предложение от Самсунга, ну, символически, за один рубль или за один, там, не знаю, рэпщик, купить рэв. Да, и правительство сказало, ну, как, мы продадим за один, нас граждане не поймут, да, ну, лучше закрыть, условно говоря, да. Не знаю, была ли такая история, слышали вы о ней или нет, но вот как так могло произойти, что мы все, что вот такие основные флагманы потеряли. Можно, конечно, найти банальный пример, сказать, ну, знаете, там, Советский Союз распался, связи вот эти промышленные цепочки разорвались, не было конкурентоспособные предприятия. На ваш взгляд, это можно было все сохранить? Науку, промышленность и так далее? Конечно, можно и нужно, но не такая задача стояла у наших будущих хозяев. Вы понимаете, вот иногда мне задают, сегодня я одному журналисту давал интервью, вот, и он меня спросил, а вот почему вы не участвовали в голосовании 4 мая, почти 30 лет, 29 лет тому назад, на следующий год? 90-го года. 90-го года, да. Да. Я сказал, что я не хотел мешать этому процессу, я понимал то, что происходит в Латвии. Что, видимо, неизбежный процесс, да? Да, процесс неизбежный, это было заранее известно. Я понимал, что ветры дуют и с востока, и с запада, ну, против ветра это вообще, значит, не голосовать. Но, понимаете, могу похвастаться, что я уже тогда, я же выступал еще 4 мая и как-то изложил эту точку зрения, я уже тогда, в какой-то мере, достаточно четко понимал, что хозяином в Латвии будет не латвийский народ, и даже не латышский, даже не латышский, а международный финансовый капитал. Так и случилось, да? Так, в общем-то, и случилось, но все-таки спасибо, у нас есть герб, я повторяю, гимн, у нас есть сайма, ну, и, естественно, Иришская дума, и так, он таталок. Да. Но, в принципе, вы думаете, что если бы другие задачи стояли, то можно было все это сохранить? Да, если бы были другие задачи, ну, понимаете, вот что такое, мы же перешли из социалистического общественного устройства в капиталистическое, да, но и здесь жесткая конкуренция, а если жесткая конкуренция, то уже никого не интересуют вот такие детали. Никто никого спонсировать в этом плане не будет. Да, как говорил Маркс, Терри Глтон, западный профессор, написал интересную книгу «Почему Маркс был прав», это в 2011-2012 году. Ну, в общем, Маркс говорил, что если там прибыль там 300%, то и мать родную продаст, да, так что тут мне неудивительно, что направление такое, и тут, как говорится, все идет по сценарию и шло. И идет. И идет. Одевайте, пожалуйста, наушники, все-таки у нас звонки по двум линиям, будем их принимать. Добрый вечер, слушаем вас. Пожалуйста. Так, ну, вторая попытка. Добрый вечер, слушаем вас. Да, ну, нет, по крайней мере, у нас сейчас звук. 6-2-12-9-3-9. Старайтесь додваниваться, может быть, что-то со связью. Пока мы ждем звонок, может быть, такой вопрос, который хотелось вам задать. Вы вот в субботу пошли вот на Конгресс партии Согласия, выступали. Для вас это важно по-прежнему? Потому что, ну, вроде вы сейчас, не являясь там в активной политической жизни, я понимаю, что все это очень относительно, что активное, неактивное. Ну, не баллотируйтесь на последних выборах. Вот почему для вас было важно там присутствовать, понять, что происходит? Ну, во-первых, я до конца все-таки еще не выдавал из себя идеалиста и романтика. Хотя мне кто-то сказал, если вы называете себя вот так, романтический идеалист и прочее, то значит, вы что-то понимаете больше. Какой-то прагматизм приходит, но я хотел бы посмотреть, как это все идет. Если посмотреть, скажем, 99-й год, то есть приветствие к одному юбилею, которое подписали Юркенс, Целевич, Плинер, да, ну, где четко сказано, кто придумал идею запчел. Вот я ее придумал, убедил, и в конце концов это получилось уже не только при моем участии, а при участии многих известных людей. Но вот я смотрю, и вот в согласии я тоже участвовал еще в истоках этого согласия. И с Янисом Юркенсом много раз беседовал, да, убеждал его, он не верил вот этот запчел, а потом, так сказать, и в другие процессы. Он еще политически активен. Понимаете, вот я вижу некую аналогию, как был сбит при взлете первый запчел, второй не кажется мне серьезным проектом, а вот первый. Так, и теперь вот неуклонно должен быть сбит взлет, вот это когда еще было 30 мандатов в Сайме. Вот этот второй вариант, который мы называем согласием. То есть, в принципе, вы думаете, что политические конкуренты сделают все, чтобы уничтожить согласие? Да, я думаю, я думаю, я надеялся, вот я надеялся, откровенно говоря, что там будет, как некоторые говорили таким словом, рубка, да, что можно выступить не один раз, а несколько раз, что-то революционное. Да, полемика начнется, помимо там хвастовства, того, что мы сделали много и прочее. Вы знаете, вот это, как мы себя славили, напоминает мне такой один анекдот. Вот грузин, болельщик в советское время едет из Тбилиси в Советский Союз, он хорошо знает, что... В Россию, точнее. Да, в Россию, да, в советское время едет. И хорошо знает, какой игрок в сборной, в Тбилиси, в Динамо Тбилиси и в сборной Советского Союза. Смотрит по бокам, знаете, когда едет поезд, а там на всех этих склонах написано «Слава КПСС». И он говорит, кто такой Слава Мэтр Вели, знаю, кто такой Слава КПСС, не понимаю, да. Так вот, мы тоже, вот последние все съезды, если вы присутствовали, замечали, то получалось, что мы все время проявляли оптимизм, славили себя. У нас уже, не знаю, лет семь не было никогда отчетного, толкового доклада с самокритикой. У нас были правящие круги. А может и не надо публично критиковать? Нет, нет. Нет, понимаете, еще поэт революции говорил, нам критика из года в год нужна, запомните, как человеку кислород, как чистый воздух в комнате. Стендаль, что всем не революция, говорил, опереться можно только на то, что сопротивляется. Понимаете, если нет промывания, если есть между собойчики, то партия гибнет. Вот слава КПСС, славили, славили себя и лопнули, да. Как только КПСС лопнуло, и государство, первое в мире социалистическое, созданное великим Лениным, тут же спокойненько умерло. Вот эта слава, это самовосхваление, это самодовольный оптимизм, я об этом сказал. Вот этот самодовольный оптимизм, он убивал и разлагал членов партии. Вот об этом еще... И потом подхалимаш перед лидером, да. И лидер, наверное, совершенно в себя уверовал. А я тут слушал интервью с ним... А, кстати, в субботу мы тоже это наблюдали. Да, и в субботу. А еще я слушал с ним интервью в понедельник по болткам, да. Ничего не хочу, я действительно не лукавил, когда я говорю, что Янис и Нил мне, в принципе, симпатичны, да. Ну вот я слушал Нила, вот он задает вопрос ему, журналист, он говорит, говорит. И вот тут он мне напоминал Горбачева, да. То есть в сухом остатке ничего не понимаю. Говорил, говорил, но так, понимаете, фотогенично, красиво звучит. Даже не так, чтобы... Вот я, наверное, говорю сейчас несколько, ну, на порядок эмоциональнее. А он так все это нормально, но поговорит и так, и такая получается, понимаете, вот я не понимаю, где же ошибки, где что. Ну, в общем, как в анекдоте. То ли он украл, то ли у него украло. Украли, но шуба пропала. Пропала. Олег Щипцов у нас в студии. Естественно, реклама у нас не пропадет. Пару минут реклама, потом вернемся. Доктор наук Олег Щипцов у нас в студии. Вот мы продолжаем. Обязательно сейчас вернемся к Конгрессу согласия. Ну, вот тут приходит сообщение от выпускников Аркига. Все вас помнят. Здравствуйте. Поступаю в Аркига в 89-м году. Окончил РАУ. Тогда он уже назывался РАУ. В 94-м. Как сложилась судьба преподавателя высшей математики Беллы Симоньян? Если можно вкратце, что потом мы дальше уже вернулись к согласию. Ну, она вместе с мужем эмигрировала за океан. В 90-е годы, да? Да, да, в 90-е годы. И в научном плане у нее их было... Вот сейчас последние... У меня контакта нет. Но я с Борисом Исааковичем Плоткиным, их научным руководителем, и ее, и ее мужа, контактировал довольно плотно. Я о нем писал пару раз статьи. В общем, складывалось там все неплохо. Все неплохо. То есть, может, она там даже преподавала, да? Да, 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 да. Именно так, да. Ну вот, по крайней мере, теперь радиосустрый, который у нее учился, более-менее в курсе. Возвращаясь все-таки к согласию. Вы тоже ведь выступали с трибуны. Я понимаю, что не все могут следить за этим конгрессом, особенно в субботу. Буквально несколько слов. Что вы сказали? Что для вас было важно сказать, не знаю, лидерам партии и однопартийцам? Ну, в принципе, для меня было важно сосредоточить внимание на ошибках. И вот об одной очень грозной ошибке наша партия шла вверх и поднималась. Я сказал о том референдуме по второму государственному языку. Никогда ни одна партия, так сказать, ну, как бы русскоязычная... С 12-го года референдума, да? Да, да, да. Не поднимает вопрос, который вполне правомерен относительно языка, который является официальным названием в зонах компактного проживания жителей. Но подъем... Вот вопрос о референдуме 12-го года. Мне не дали ни в одних средствах массовой информации высказать свою точку зрения. Я не считаю себя умнее других. Как говорил Альберт Камю, считать себя умнее других – верный способ проиграть. Вот. Но мне сразу было ясно, что те, так сказать, организаторы этого процесса в какой-то мере провоцировали нас на очень неважную вещь. То есть это делалось для того, чтобы оживить уже увядающее движение националов. И кроме того, сделать... Они сразу говорили, что мы проиграем референдум, да? Вот мы организаторы, мы знаем, что мы его проиграем. И кроме того, значит, так получалась такая цукцванского ситуация в будущем. Если вот это проклятое в кавычках согласие получает конституционное большинство, допустим, в парламенте, то оно не может решить уже этот вопрос без второго референдума. То есть вот задача была подыграть националам и... То есть это была ошибка? Это было, я не знаю, может быть, ошибка. Наполеон как-то сказал, это не преступление, а ошибка. Еще хуже. Это именно ошибка была. Во-вторых, я говорил о чем? О том, что мы никогда не говорим. Вот Кнут Скойникс, я в одной из статей, там, в начале 2000 года дал замечательное интервью, вот этот латышский деятель культуры, в котором сказал, что преподавание будет на латышском языке. И я тогда сразу же, как раз начиналось движение так называемых защитников русских школ, я тогда сразу же говорил о том, что нужно ставить вопрос о сегрегации. То есть и сейчас у нас, мы знаем, когда будет переход в государственных, да уже и в частных школах на латышский язык, и мы ничего не говорим о процессе сегрегации. Это понимаете, что получается, что будут так называемые на латышском языке русские школы и латышские школы. Это напоминает мне ситуацию Кандализа Райс в Балтиморе, будущего госсекретаря, которая для чернокожих училась на английском языке и так далее, и так далее. И рядом белые в другой школе учились, тоже на английском языке. Да, 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 рядом белые учились. Мне кажется, что надо уже всех вместе, да, и тут и интеграция процесса, и прочее, прочее. Между прочим, этим вопросом сегрегации нужно было заниматься еще в 2002, 2003, 2004 году. Знаете, я считаю, что это справедливо, вот, вместе учиться в государственных школах. И вот об этом вопрос я поставил. Но вы немножко только знаете, что тут есть проблемы, и Даргейт Антони, вот, они очень хорошо бы поняли, вот, этот вопрос о сегрегации. Вот зайдите 1 сентября в латышскую школу, там мальчики с гольфиками, да, беленькие, да, потом зайдите в русскую школу, а потом в армянскую школу. Вы так понимаете, какой коктейль может получиться, если будет отсутствие сегрегации, да? Ну, и так далее, и так далее. Тут тогда, может быть, у... Такой чувствительный вопрос. Да, у Тевзема и Анбревева немножко поубавится, ну... Пыла и энергия. Пыла и энергия. Но это, с другой стороны, есть вопрос о частных вузах, о частных школах. Ну, уже дошли до безумия, когда люди платят. Я понимаю, что государство должно контролировать идеологию, там, по истории и прочее, прочее. Но учиться в частном вузе запрещено на русском языке. За деньги, за деньги. Да, да. Как говорил Швей, как он говорил доложить, как-то... Осмелюсь доложить, что в Соединенных Штатах есть университеты, где определенные специальности преподаются на русском языке. Ну, мы же равняемся на Вашингтон и прочее. Ну, неужели нам дядя Сэм не скажет, что же вы делаете? Здесь же есть представитель его, да? Ну, неужели не скажете, что вы, извините за выражение, как-то сейчас так грубо говорят, но мне все равно не хочется, охренели или что это такое. Ну, в общем, короче говоря, это до ручки дошли. А что касается высшего образования, так можно же деньги зарабатывать, понимаете, уча студентов на русском языке. Это же доход большой, государство налоги и прочее, прочее. Нет, не надо нам. Кстати, в Эстонии есть на русском языке, естественно, частный, даже в государственном есть, в тартусском, и теперь в Литве открывается. Так что, в принципе, мы помогли соседям, я считаю так, этим своим решением. Да, мы помогли материально, точно помогли. Но теперь они новую комедию с памятником, вот эту самую бузу затевают, да? Вы чувствуете, что все время латвийское общество смотрит театр, да? Вот представление. Притом исторический театр, потому что... Да, исторический. И не отвлекается от экономических проблем, от всего... Теперь памятник виноват, освободительный. Единственное, я хочу сказать, на что можно надеяться в будущем Латвии, да, это на иностранную помощь. И не только из Брюсселя, вы понимаете, там фонды кончаются. Я помню, когда Андрис Берзинч, неплохой премьер-министр, не самый плохой, помните? Кстати, и мэром Риги был. Да, и мэром Риги был. И когда вот Рэпша первый свой бюджет высветил, он дает интервью часу, я там читаю. Я с ним знакомый, кроме того, читаю. А иностранную помощь надо указывать в бюджете, понимаете? Скажем, Бруклинский район, там, в Нью-Йорке, ну, 2,6 миллиона человек, примерно, да? В одном районе. В одном районе. А у нас сегодня реально живут не более полутора миллионов человек. Реально, да, несмотря на некоторые декларации, там, посчитать. Ну, и что, не помогут в случае чего? Значит, задачи, как говорил в свое время Никита Сергеевич, цели ясны, задачи определены за работу товарищей. И вот они и работают, вот, все время с провокаторскими целями. И развлекают нас, и отвлекают. Ну, просто в театр не ходи. Теперь памятник виноват, и они сейчас думают, ну, как, снести, не снести. А давайте мы не будем его сносить, но в КСУ-те мы его переименуем. Да, да, да. Еще напишем пояснение, как мы сейчас это все оцениваем. Да, и кроме того, мы же там панно расставим, напишем. Это же, какие откаты, закаты, это все тоже будет стоить. Вы понимаете, тут можно и заработать художником, да. Я помню, очень пробивал доску Михаилу Талю, да, на Валдемара 34. Казалось бы. Многое сделал, да. И вот, когда пришел к человеку, что вот, ну, Рижская дума дает, там, 500 латов тогда, да. И он доска, он на меня посмотрел, говорит, да, тут совсем он согласен, но доску нужно делать более солидную. Действительно сделали хорошую. Да. Ну, и сколько это будет стоить? Я говорю, это будет, он говорит, 1200 латов. Вот. Ну, я говорю, будем, я не знаю, но я буду тогда согласовывать с начальством Рижской думы, как и что. Я пришел к одному из важных лиц, который решает, он засмеялся, говорит, не дурак, примерно, да. То есть, вот даже на таких мелочах, да. То есть, 1200 латов, не случайно, да. Ну, да, вместо 500, да, сразу 1000, ну, вот так и на этих панно вокруг этого памяти тоже будут зарабатывать. Понимаете, вы понимаете, вот сейчас это коснулось, к сожалению, согласия, но я уже говорил на одном съезде, но теперь, к сожалению, должен сказать и в отношении своей партии, что Казьма, ведь наша партия тоже патриоты Латвии, согласен, да? Да, да. Но Казьма Прутков говорил, как повелось у нас однажды, так видно будет и вперед. Хоть грабит патриот не каждый, но что не вор, то патриот. Давайте, примем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Я не помню фамилию политика, который выступал у вас на балконе, но он сказал так, что сейчас началась эпоха середняков, что это не только в Латвии, это вообще по всей Европе, что очень упал уровень политиков, нет, он сказал, ярких личностей. Вы, Олег, согласны с этим или нет? Спасибо. Я согласен с этим, но вот эта эпоха, она организована, это не просто... Эпоха дилетантов, кто-то даже сказал. Эпоха, да, дилетантов, она организована, потому что капиталу не нужны дети, которые неплохо знают математику, потому что тогда лучше голова соображает. И не нужны вот эти слуги народа, которые, так сказать, ну, что-то из себя представляют как личности. Вопрос сейчас в следующем. Вот есть в философских два вопроса. Быть или иметь? Быть или казаться? Вот сейчас пришло время, когда нужны люди, которые кажутся и имеют. И вот они, так сказать, в душе небольшие собственники, они с удовольствием выполняют эти роли. А если даже посмотреть выше, ну, скажем, Вторая мировая война, вот руководители западных государств и Советского Союза, как бы о них ни говорили, но это личности. А сейчас, мне кажется, что вот настоящих государственных деятелей, я ни на Востоке, ни на Западе, пусть некоторые обидятся, что я так немножко радикально говорю, но ответственно. Мне кажется, что сейчас время таких лидеров, которые, не являясь государственными деятелями, прикидываются государственными деятелями. Неужели Трамп тоже из обкома? Вы понимаете? Посмотрите, в Соединенных Штатах 315 миллионов человек. Вот праймер из партии, праймер из там, все очень интересно. И в финале, вот я говорил одному конгрессмену, который баллотировался от Республиканской партии, причем лет 40, так случайно, я говорю, через две недели... Встретите, случайно, да? Да, в Вашингтоне. И я говорю, что получается? Вы там делали, делали, и в финале, с одной стороны, от Вашей партии клоун, а от демократической Мегера. И в финале 315 миллионный американский народ, который я очень уважаю, как уважал советский народ, вот так, великие народы, да? И вот в результате такое делается. Значит, это кому-то нужно. Капиталу нужно, чтобы сейчас, вот, а-ля Жириновский был там на утро, и он же, если он проводил прекрасно конкурсы, там, красоты женской и прочее, прочее, там, еще другие... Умеет выступать. Да, и строительный бизнес был, умеет выступать, и, в общем-то, он может иногда кому-то казаться дураком, а иногда очень умным, и, в общем-то, я думаю... Ну, письмо Эрдогану он интересно написал? Написал, да, очень интересно. Так и написал, не будь дураком. Совершенно верно. А потом говорит, это мой друг, да? Ну, все по корешам, все нормально, и я думаю, что он обязательно пройдет на второй срок. Вы понимаете... Вы тоже так считаете, да? Я так считаю. Я бы с вами согласен. Я так полагаю. Многие со мной спорят, говорят, да не, не может быть. Может, может. Вы понимаете, у меня еще так, я не буду вдаваться в подробности, есть один человек, сын которого с ним участвовал в строительном бизнесе. Сейчас он пошел в политику. В Америке. В Америке, да. И вот они ругают друг друга в этом... В СМИ. В СМИ, не в СМИ, а в этом... Твиттер. В Твиттере, да. Да, да. И Трамп ему пишет, молокосос. А тот другой. Мне напомнила наша ситуация. Два латвийских политика. Один говорит... Вы поступаете по первой программе латвийской. Один говорит другому, ты вор, а тот это самый. А они ходят на день рождения друг к другу. То есть, театр, театр во всем. Вот все за чистую монету, да. Или выступления газеты, они думают, как правда известия там написали, и так завтра уже все решено. Так все и будет, да. А это настоящий театр. Я, знаете, в последнее время как-то перестал ходить в театр, потому что и так вокруг меня очень много театра. Очень много театра. Вот это правда говоря, что вы знаете десятки стихов наизусть? Ну, я буду достаточно скромным. Вот есть одна глава, посвященная Александру Аркадьевичу Генису. Это отцу того Александра Александровича Гениса, который писатель, который выступает на радиостанции «Свобода», пишет материалы в новую газету. Отец его был чем знаменит? Он на кафедре Андрея Геннадьевича Флёрова, будущего ректора. В Эркига. В Эркига работал на кафедре радионавигации и создал… Тоже из Риги. Из Риги. Создал первый вычислительный класс вуза гражданской авиации. О нём был документальный фильм, где он делал пояснения. И вот когда мы ехали к нему в гости, однажды из Вашингтона до Нью-Йорка, где он проживал, сейчас его, к сожалению, уже нет в 2006 году, мне рядом сидящий родственник, водитель говорит, Олег Владимирович, что-нибудь читайте, иначе я усну, потому что ночью едем. И я четыре часа читал стихи. Не переставая. Не переставая, потому что я люблю… Это у меня несколько хобби. Я радиотехническое образование, физико-математическое. Ну, ещё по секрету скажу политологическое, потому что нас, как преподавателей вузов, в рау всех заставили закончить университет марксизма-линизма. Так вот, по большому секрету. Так вот, я в этом плане очень интересуюсь вот именно так, историей, литературой, шахматами и художественным чтением стихов. Я давал концерты в институте гражданской авиации ВРКИГа когда-то. И потом ещё в 96-м году на Скола-6 мне дали зал, и там было 300 человек. Мы вместе с Лавриновичем пианистской давали концерт. Лок, Есенин, Твардовский. Вот желая, как бы, ну, что я так понимаю, что вы искренне желаете, чтобы согласия для него наступили лучшие времена, да, и преодолел кризис, всё-таки социал-демократия должна, мне кажется, быть в Латвии. Должна, должна, это точно. Вы бы, какое бы, не знаю, стихотворение ему посвятили? Ну, или эпиграмму, что-нибудь такое. Какое стихотворение? Так, сходу? Сходу сразу не скажу. Я бы так сказал, есенинскими словами, даже не сколько согласию посвятил бы, а посвятил бы всем радиослышателям. О, замечательно, да. По-моему, замечательно. Олег Щепцов у нас был в студии. Большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...